МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эксперимент. Пригласите, пожалуйста, первого испытуемого. Посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Перед вами портрет очень опасного преступника. Ваша задача заключается в том, чтобы вы, глядя на эту фотографию, дали психологическую характеристику этому человеку. Мне кажется, что этот человек хитрый. Так. Замкнутый, скрытый такой. Так. А в чем проявляется его хитрость, лукавство? Черты лица какие-нибудь обнаруживают эту особенность? Глаза. Особенно во глазах говорят о нем, что он такой подлый, да? Холодное лицо у него. Да, неприятное. А вот преступное начало, что в нем выдает, в его лице? Глаза. Глаза. Да. А что в нем хватит о глазах? Холод. Холод. Ну, я бы сказала так, что этот человек очень злой, человек, на которого трудно положиться. Потом видно, что он очень бывалый. Это, я бы сказала, ну, помимо того, что у него на лице шрамы, нос разбит, но и само вот лицо уже как бы вылеплено. С годами уже в лице вырисовались какие-то определенные черты, изобличающие жестокость и неприклонность этого человека. У него вот подбородок очень такой выдающийся, как обычно бывает у волевых людей. Потом нос какой-то очень топорный, очень грубый, который не бывает обычно на лицах интеллектуальных, а свидетельствует скорее о какой-то узости и ограниченности взгляда у этого человека. У него очень жестокие глаза, очень какие-то неприятные, холодные глаза. И вообще выражение лица какое-то очень суровое и какое-то и жестокое. В общем, конечно, об этом человеке трудно сказать что-либо хорошее. Спасибо большое. Сядьте, пожалуйста, в первый ряд. Вон, к той девушке. Взгляните, пожалуйста, на эту фотографию. Перед вами портрет очень большого ученого. Ваша задача заключается в том, чтобы, глядя на эту фотографию, вы дали психологический портрет этого человека. Конечно, мое мнение чисто субъективное и, в принципе, по фотографии довольно трудно сказать что-либо. Но в данном случае можно сказать, что это человек довольно умный. У него пристальный взгляд. Взгляд пронизывающий. Буквально прямо как рентгеновские лучи. Человек, очевидно, все-таки очень деятельный. И в то же время мягкий, добродушный. В общем-то, на него можно положиться. Ну и вообще, очевидно, это все-таки хороший человек. Спасибо большое. Садитесь в первый ряд. Ну как, поглощен работой, я бы сказала. Так. Увлеченный вообще, наверное. Вообще серьезный, но, наверное, немножко с юмором. Серьезный. Хорошее у него лицо. Лицо? Ну, приятное. Ну, приятное лицо. Да. Добрый он человек. Да, наверное, добрый. Детей должен быть. Детей должен быть. Очень хорошо. Это вор-лицидист. Взгляд. Ну, как бы, не человеческий. Негуманный взгляд. Похоже вообще, что садист даже. Он, наверное, много пьет. Отсюда все следует. Известный ученый. Глаза у него сощурены по-доброму. Добрый прищур, да? Да. Мы видим то, что хотим увидеть. Психологическая установка это неосознанная настроенность, готовность что-то воспринять определенным образом. А мы считаем, это мое мнение. Иницией. Местер. 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 Продолжение следует...